Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нас этот коронавирус абсолютно перевёл в диджитал-формат И у меня такое ощущение, что у меня телефон сросся просто уже с головой Раньше-то было тяжело С рукой И с рукой, и с мозгом И поэтому не можешь никак от него отвлечься Простите, я отвлеклась Да, я прослушала Повторите Аня говорит о том, что уже несколько замен из-за коронавируса произошло В плане веломероприятий А, это не просто замен, конечно, не просто замен Начнём вот мы с чего, наверное Что 31 мая Это последнее воскресенье месяца Вообще, каждое последнее воскресенье месяца Наши слушатели это прекрасно знают Каждое последнее воскресенье мая Мая месяца, да Нет, лучше было бы каждого месяца Было бы ещё лучше Значит, каждое последнее воскресенье мая Несколько лет назад Было установлено на федеральном уровне Что это день всероссийского велопарада И вы знаете прекрасно, дорогие наши слушатели Что наша радиостанция очень активно велодвижение поддерживает И вы нас поддерживаете И мы с вами неоднократно выезжали на велопарады И костюмированные велопарады Это было очень круто и здорово У нас бы это ничего не получилось без Федерации велосипедного спорта Кировской области И велошколу мы проводили Очень много людей было задействовано Ряд губернаторов, сити-менеджеров, министров И активистов, и учёных, и актёров Это было круто, круто, круто И мы, конечно, хотели это дело продолжать Но COVID-19, он скорректировал всё на свете в этом году Но нам ещё Кировской области повезло в этом отношении Потому что если бедные москвичи всё ещё сидят дома И они толком выехать никуда не могут У них большая в этом смысле проблема И понятно, почему такие меры вводятся То большинство регионов страны В общем, особо не запрещали ездить на велосипедах И на работу, и на какие-то спортивные пробежки Что называется, проездки Нельзя было только собираться И сейчас нельзя собираться Большие компании Вот Антон кивает И сейчас он мне пояснит И поэтому велопарады, естественно, отменяются Хотя вот что-то тут про Волгоград какая-то Непонятная пока что вышла история Да, я слышал, что в Волгограде Хотят сделать велопарад Но непонятно пока в каком формате Возможно, это был какой-то онлайн велопарад Наподобие того, что было с бессмертным полком Вот, видимо, какая-то такая история Ну, это флешмоб получается такой Мы тоже флешмоб запустили, кстати говоря И ЦАИ Кирова И Федерация велосипедного спорта Велошкола Кирова Называется флешмоб Красиво с великом сложилось И мы решили, что каждый может разместить Любую фотографию с велосипедом Можно дома с велосипедом Можно воспоминания с велосипедом Можно уже сейчас на улице с велосипедом Воспоминания с велосипедом Это очень грустно, светозвучно Да, грустно Но потому что, когда мы его запускали Было всё очень грустно Сейчас веселее И можно, соответственно, развивая эту тему Красиво с великом сложилось Просто выкладывать постики Заходите в контакт В Федерацию велосипедного спорта Кирова Или ЦАИ Кирова И вы увидите, как размещать посты Какие хэштеги ставить Чтобы присоединяться к этому движению Я думаю, что мы его продолжим просто Оно уже подходит абсолютно ко всему Чтобы мы просто не оставляли велосипедную тему Ну, смотрите, а нет возможности Ну, я понимаю, что, наверное, это очень сложно будет продавить Я просто вспомнила, что вот в разгар пандемии По-моему, в Тель-Авиве проходил митинг какой-то Политический Люди стояли на соблюдении дистанции И это выглядело, будто у меня прямо сейчас мурашки похожи Если ты посмотришь, как китайские школьники сейчас сидят в классах Наверняка ты видишь в Фейсбуке Когда у них такие антенны приделаны к голове Чтобы расстояние соблюдать Можно, конечно, поехать на велопарад на расстояние Но лучше, мне кажется, не провоцировать Ничего, да, Антон? Просто было очень сложно соблюсти расстояние Вот эти даже полтора-два метра Потому что, ну, когда большое количество людей собирается Они все равно ведут себя не так организованно, как хотелось бы всем изначально Поэтому пока почти все мероприятия у нас И помимо велопарада и какие-то спортивные соревнования Это все откладывается пока Ну, на конец лета, похоже, что я даже не знаю Получится ли вообще провести хоть какие-то мероприятия в этом году Ну, вот в этом теплом сезоне Вот и пока это все Мне кажется, что получится Сейчас вот как испытают вакцину От полиэмилита на губернаторе Кировской области И все у нас получится Но на самом деле не так грустно все Потому что все-таки диджитал дал возможность людям из разных регионов связаться И даже стран И напридумывал на кучу всяких мероприятий В том числе и в Кирове И Киров еще на федеральный уровень выходит Мы сейчас об этом все подробно расскажем Что нас ждет в ближайшие две недели Прежде чем мы... Вот мы сказали про флешмоб Пожалуйста, присоединяйтесь Все, кто считает, что велосипед Это новая все-таки урбанистическая философия Новая философия горожанина Присоединяйтесь Второе Все велосипедисты, которые связаны с Федерацией велосипедного спорта И СМИ подхватили эту историю Придумали очень крутую акцию Совместно с волонтерами-медиками Они стали волонтерами на велосипедах И до сих пор можно присоединиться к этой истории Вот Антон может об этом рассказать Да, еще хотел по флешмобу немножко уточнить У нас, можете посмотреть, группа ВКонтакте Велошкола Киров называется Там посты выкладывают И хэштеги, какие прикрепляют Тоже можно посмотреть, чтобы мы... Чтобы мы видели друг друга Да, чтобы мы видели друг друга И могли найти Чтобы ваша фотография не потерялась Да По поводу веловолонтеров, как мы их называем То есть, да, действительно, мы присоединились К общероссийскому такому проекту Помощи, словно говоря, нуждающимся тем людям Кто из-за пандемии вынужден находиться дома А, например, какие-то неотложные дела у них все равно остались И там жизненные потребности нужно выполнять Например, сходить за продуктами в магазин Там кто-то воду покупает Кому-то надо лекарство Выписать в аптеке Выписать в поликлинике Или там взять в аптеке Ну, то есть, много каких-то жизненно важных моментов Которые необходимо делать А ты при этом сидишь дома Да, и чаще всего это пожилые люди Которым выходить на улицу в условиях пандемии Ну, мягко говоря, опасно То есть, они стараются сидеть как можно больше дома И никуда не выходить Поэтому мы связались с координаторами этого проекта У нас в Кирове И предложили, что давайте мы будем на велосипедах Тоже вам помогать То есть, также будем приезжать к людям И выполнять вот эти дела Например, нужные, которые И они согласились То есть, мы запустили запись у нас в группе Велошколы Киров И все желающие могли и могут даже сейчас записаться То есть, там небольшая анкетка такая Заполняется просто, чтобы мы видели, кто вообще желает Много людей подтянулось Больше 20 человек у нас записалось Вот Дальше мы это переправляем в штаб И люди проходят там онлайн-обучение Оно небольшое Далее выдается там сертификат о том, что прошли И приходят в штаб на очный инструктаж Он буквально там 5 минут Им рассказывают, как конкретно уже работать Там форму заявки показывают Средства защиты они получают И, по сути, все, можно выходить уже в работу Сейчас у нас ездит 5 человек Филосипедистов Вот, конкретно сейчас они принимают заявки И выезжают на них, выполняют То есть, у нас создан такой На уровне Кирова общий чат Онлайн, куда скидывают все эти заявки И Кто может, кто там, например, близко Или кто хочет выполнить Просто пишет, что я могу ее взять Берет и выполняет эту заявку То есть, там и кто на пешеходы, условно говоря Кто на пешеходах ходят И на общественном транспорте И на автомобилях есть И велосипедисты тоже Все мы там есть И, соответственно, мы эти заявки берем И выполняем Конечно С использованием средств защиты То есть, у нас выдаются маски И перчатки И у каждого волонтера Свой бейс Чтобы Это точно там Никакие мошенники не были Потому что С пожилыми людьми часто бывает Что Ну Могут прийти и обмануть их, например Вот И, соответственно, самих людей Тоже предупреждают Ну, это очень хорошая история Это та история Про которую говорят о том Когда объединяются Соседские сообщества Чтобы помогать Тем, кто особо нуждается В этой тяжелой ситуации Сейчас в этом Для велосипедистов же Еще раз Кира, посвободнее Но это сейчас стало Это хорошая история Ты не просто там едешь на велике Ты еще и дело хорошее делаешь Это очень объединяющая И очень правильная, на мой взгляд, история Помогать друг другу Еще и на велике ты едешь Тебе нужно поупражняться Пожалуйста, сделай До пути хорошее Хорошее дело Прости, если я перебью Будем ли мы на рекламу уходить? На паузу, да? На нашу Ну, давайте сейчас Делаем перерыв на минуту И вернемся Светлана Занько Антон Абатуров В нашей студии мы говорим О велодвижении И о том, какую замену В этом году Придумали в Кирове Традиционному велопараду Который не состоится 31 мая К сожалению, большому Несмотря на прекрасную погоду Ну вот смотрите, да До перерыва начали мы говорить О волонтерах Которые используют велосипеды И помогают пожилым людям Во время эпидемии Вот вообще, в принципе, да Если говорить об эпидемии Ну, много раз И в этой студии В разговорах с чиновниками Постоянно Постоянно какие-то плюсы Там велосипедов Приводили, приводили, приводили В пример И вот, казалось бы Эпидемия коронавируса Когда нельзя Находиться в общественном транспорте Когда нужно максимально Дистанцироваться От других людей И прочее Вот же идеальное средство Передвижения Абсолютно Когда ты никого Не подвергаешь опасности И себя тоже Конечно Ну вот, кстати, очень важно Антон заметил Что все-таки Через штаб это делается Потому что люди Которым идет помощь Они предупреждены Кто к ним едет Когда к ним едет Это очень важно, да Конечно, Антон Вот правильно в перерыве сказал Когда запускалось Это движение Непонятно было Насколько долго Мы будем изолированы Возможность Поволонтерить И поездить на велосипеде Она Казалось И остается Очень привлекательной Что ты можешь Выехать По делу По конкретному Хорошему, доброму делу Сейчас, поскольку В Кирове особо Никого не останавливают Если ездят Как хотят Не очень активно Люди подключаются Это показатель Все-таки Я думаю Что некой нашей Пока что Социальной пассивности Потому что Если мы посмотрим На западный Например, опыт Вы видите Какие Ну, простите Что я к нему обращаюсь Но все-таки Вы видите Как сильно И быстро Организуется Соседское сообщество Для того Чтобы людям В своих подъездах Помогать В своих соседних домах И так далее У нас тоже есть Такие примеры Но не в Кирове Я не вижу Там особо активной Помощи в Кирове Вот А она нужна Потому что Если вы в штаб Обратитесь Волонтерские Вы увидите Какое огромное количество Пожилых людей Действительно нуждаются Вот в такой поддержке И помощи И не только Во время ковида А вообще Я бы Вот, например Хотела Чтобы такой штаб Существовал Долго-долго-долго И слава богу Что несколько лет назад Началось вот это движение Волонтеры-медики Прекрасное совершенно На мой взгляд Движение Мединститут в этом смысле Молодец Курдюмов молодец Который это тоже Поддержал Раскачал Потом все остальные Вузы И СУЗы Подтянулись И сейчас уже Начинают подтягиваться Просто люди Да Не студенты А просто люди Мне кажется Что это дело Должно просто превратиться В какую-то Постоянно действующую Даже не акцию А реальный фонд Например Какой-то Мне кажется Что даже когда Вот эта вот История Самая завязанная Закончится Все равно заявки Будут приходить Будут обрабатывать Я думаю Это теперь Ну Постоянно Пожилые люди Они нуждаются в этом Но вот вы хорошую тему Зацепили Потому что История про то Как меняются города И меняется Инфраструктура Во время ковида Это историю Если вы зайдете в интернет Вы увидите Как быстро двигаются Крупнейшие мировые центры Проанализировав Ситуацию С изменением Изменением Атмосферного воздуха В частности В то время Когда трафик Мощно упал Автомобильный Ну вот На самом деле Вот это вот Умение быстро Подстраиваться Именно под изменяющиеся Обстоятельства Вот к сожалению Даже на уровне Кирова Если перескочить быстро Там на тему Поддержки предпринимателей Что мы видели Вот эта неповоротливая Бюрократическая машина Которая все не могли Никак понять Государство отказывается Нам помогать Или оно еще не может Сообразить Как нам помогать И это касается К сожалению всего То есть то Что мы сейчас Где-то наблюдаем В Европе Я смотрю Знакомые Кто жил где-то в Испании Еще как быстро Правда На самом деле Там все меняется И подстраивается И у нас Это так все Долго Долго К сожалению Давайте про хорошее Давайте про хорошее Антон сейчас расскажет Какие на самом деле Меры предприняли Другие города Посмотрев Как ковид И карантин Повлияли На городскую атмосферу То есть это мы берем Сейчас европейские города Я не знаю Что в Знепрассе То есть традициями Такими богатыми Все-таки Ну я думаю Там также может быть И Сингапур Который тоже Сейчас мы вам расскажем Не догадываетесь Мы вам прямо расскажем А в группе Кстати говоря Ица и Кирова Мы перепостили Перепостили материал Который размещен на ноже Вот нож печатает Несколько материалов Последовательно Как мировые центры Нож это портал Портал, да Которые Как мировые центры Отреагировали Как они быстро Стали принимать мер Двигаясь в зеленую сторону Да Да, просто хотел Несколько примеров Рассказать Конкретных Как действуют Некоторые города Мира Вот например В Брюсселе Когда только начиналась Вот эта вот Вся история С ограничением Передвижения Они за неделю Планировали 40 километров Новых велополос ввести То есть Это не за неделю Только ввели И дальше Они тоже продолжали водить В Нью-Йорке 60 километров В течение месяца Велопешеходных То есть Они ограничивали Передвижение автомобилей И отдавали это Пешеходам и велосипедистам Чтобы они могли Чтобы у них было больше места Чтобы они не плотно Друг к другу шли А могли перемещаться спокойно И дальше В течение еще Какого-то срока Еще 160 километров Хотели добавить в городе В Риме Например 150 километров Тоже Велопешеходных полос добавляют То есть Они планировали По 3 километра в день делать В Мадриде То же самое Это довольно Это очень большие Как бы Величины Для Таких вот Ну то есть Здесь речь идет О каком-то Переоборудовании Основных Артерий Которые после того Как это все закончится Назад отдадут Автомобилистам Или Постоянные Часть из них Они планируют Оставить все равно За велотранспортом Ну во-первых Это Довольно быстрые изменения Которые можно сделать Не капитальные Какие-то строения А именно Брать часть Проезжей части У автомобилей И там столбиками Или как-то полосами Разметкой Какое-то время Да Разметкой ограждать Что-то конечно Там делается капитально Но это я думаю В рамках каких-то Изначальных проектов Но большая часть Это вот такие временные И самое главное Что они Все И велосообщества И мэры городов Они говорят Что вот мы сейчас Временно создадим Но мы очень хотим Это оставить в дальнейшем Потому что мы видим Что это очень востребовано И людьми пользуются Очень сильно В основном Это они берут Просто правую полосу Автомобильную И ее забирают Потому что Как правило Везде их несколько И одна Когда сократился сильно Трафик автомобильный В тех городах То не сильно пострадала А людям Большинству Ну есть люди Которые все равно Продолжают работать Им как-то надо добираться Общественный транспорт Не самая веселая история Не самая безопасная Время пандемии Да Ну давайте я вам расскажу Например коротко Это естественно Не краткосрочные меры В Милане Анонсировали программу Открытые улицы В ближайшие месяцы 35 километров дорог Будут переделаны В новые маршруты Для велосипедистов Пешеходов Кроме этого В городе увеличат Количество дорог С умеренным Скоростным режимом Создадут новые Общественные пространства Проведут точные изменения В формате Тактического урбанизма В Вильнюсе Для поддержки работы Кафе и ресторанов Отданы все общественные пространства Для работы Про то, что ты даже говоришь Для малого бизнеса Огромные кафе На открытом воздухе Для них В Нидерландах Приняли городскую стратегию Циркулярной экономики На пять лет Полностью будет пересмотрена Система производства Потребления и переработки В тридцатом году Город вдвое сократит Потребление нового сырья К пятьдесятому Полностью перейдет На экономику Замкнутого цикла Мы сейчас говорим Что все вот эти истории Велосипедная история Открытые кафе Пешеходные зоны Переработка мусора Это все связанные вещи Которые направлены На зеленую экономику И здоровый образ жизни Потому что Вы же знаете Что от загрязненного воздуха В год умирают Сотни тысяч людей И вот как раз От причин связанных с тем Что они дышат этим воздухом Безусловно, да И вот как раз Замеры и смертей И замеры чистоты воздуха При сниженном трафике Показали людям Что это надо делать И надо делать быстрее Чем вы там рассчитывали Нам до этого очень далеко Мы сейчас говорить Про это ничего не будем Потому что у нас Сейчас принимаются Меры в поддержку Автодилеров Автопроизводства Понятно Мы там в начальной стадии Всего этого Города, конечно Крупные переходят На вот такое Осознанное О котором мы с вами говорили Потребление В отношении абсолютно всего Потому что Затраты на медицину Если мы будем Увеличивать трафик А не сокращать его Они несравнимо Больше Чем нежели Если мы, например Будем ограничивать Автомобили Будем стимулировать людей Ходить пешком Или ездить на велосипедах Тогда затраты на экономику Падают многократно Вот, кстати говоря Когда был зимний Велофорум И вы проводили Федерацию велосипедного спорта И это, по-моему, Презентация выложена В велошколе Там данные Приводились Мировых исследований По поводу того Насколько падают Затраты на Медицинское обслуживание В связи с тем Что здоровеет Население тех городов Где вводится Режим пешеходного И велодвижения Активно Но даже если не брать В расчет Вот такие долгоиграющие Последствия Про которые ты говоришь История с велосипедами Она чем хороша? После того, как Острая фаза пандемии Закончится В любом случае Люди еще очень долго Будут опасаться Скученности Метро Там и прочего А передвигаться На небольшие расстояния Особенно в протяженных городах Людям все-таки надо И это не всегда Можно сделать пешком В этом смысле Велосипед И соблюдение Социальной дистанции Между велосипедистами Это вообще Уникальный вид Вот хотелось бы рассказать О тех мероприятиях Которые будут дальше Но здесь очень важно Конечно отметить Примерно Эховская аудитория Максимум 30% Скажет Что ребята Вы ездили по этому городу Да вы видели Какие у нас ямы Поребрики Какие у нас поребрики Какое у нас автомобильное Движение Сколько у нас автомобилей Как опасно Ребят На что я хочу сказать Вот когда сейчас Трафик автомобильный Снизился Вы видели Какое количество Велосипедистов в городе Огромный Людям нравится Ездить Это первое И это еще Прошу заметить Что многие Не встали на ТО А сами они Своими руками Перебрать не могут Велосипеды У меня очень много Знакомых ждали Просто когда откроется Магазин Мастерские Чтобы просто Перебрать велосипеды Это первое А второе Что я хочу нам сказать Товарищи Вот то что у нас Кругом ямы И сколько мы лет Там Вот мы на радио Говорим очень много Что не соблюдаются Современные нормы Высоты Бордюрного камня При переезде Через Тротуары На проезжую часть Проезды И так далее Они есть Все люди Мы должны ходить С вами Беспрепятственно По тротуарам И ездить Точно так же На велосипеде И возить коляску И мы можем Сколько угодно Говорить Вот власти Там такие сихи Так вы Объединяйтесь Для общественного контроля В конце концов Когда ремонтируют Ваш двор Дорога около Ваши двора Или весь путь Ваш на работу Если вы хотите Ездить на велосипеде Ваше право Депутату Которого вы избрали Мэру города Которого вы избрали Министру транспорта Который там вот сидит Ваше право Объединиться Вашим ТСЖ Вашим ТОСом И так далее Писать претензии Контролируйте их Они конечно вышли Ляпнули асфальт И поставили На папаш Что называется Бордюрный камень И вперед Ну я хочу сказать Что все равно Благодаря людям Которые появляются И вот это вот Как капля камень Курочка По зерушку клюет Потому что очень часто Даже в городских группах Смотришь Я вообще не знаю Откуда вот это Какая-то Заниженная городская Самооценка Люди готовы Довольствоваться малым И когда ты видишь Когда кто-то начинает Предъявлять претензии К бордюру И появляются Под этой фотографией О том вы что так К такой мелочи Прикопались Какая разница Сделали тротуар Радуйся Нужно радоваться мелочам Нужно быть оптимистом Посмотрите сделали Нет Если вы делаете Делайте это хорошо Конечно И вот если бы не было Тех людей Которые из-за такой вот мелочи Прикапываются Наверное бы у нас Вообще ничего не было Но вообще это конечно Ребят не мелочь ни разу Особенно ливни Это показывают Вы же видите Когда люди не могут Перейти через дороги А потом еще и раз Извините Наши старики Почему по домам-то сидят И не могут выйти Потому что нет ее Этой доступной среды А мы между прочим За это деньги оплатим Вы зайдите просто В бюджет города И посмотрите на доступную среду Каждый год Сколько денег ухается А доступная среда Это как раз и есть Лестницы Бордюры Переходы И тротуары Поэтому да Ну вот немножко еще Такой гражданской позиции Мы тут Сегодняшнюю нашу Историю Вляпали Потому что мы сейчас Не о спорте ведь говорим Мы говорим о велосипеде Как о средстве передвижения Городском транспорте В основном да Как это использует большая часть Горожан Во всем мире Велосипед это все-таки Не спорт больше А именно Средство передвижения Для России на самом деле Эта история Она не настолько Распространена Я даже не знаю Есть ли это где-то Но вот в Норвегии Я видела Историю Когда люди покупают велосипед Этот велосипед Он по стоимости Равняется машине Но люди покупают велосипед Перед этим велосипедом Большая тележка Такая вот А это все как бы сделано Фабрично Куда детей можно посадить Куда можно посадить детей И эти люди Детей За несколько километров Из дома Вот на этом велосипеде Возят в детский сад Заметьте Сказала Аня Про Норвегию Специально Потому что в Норвегии Климат Примерно приближен Да Красивее И мы там видели с тобой В Норвегии Да и в Нидерландах Тоже дождливенько Что хоть дождь Хоть снег Детки Детей посадили Плащики надели И покатили Лица Здоровые Румяные Смерть А в Швеции А в Швеции мы видели Членов парламента Которые едут до работы на велосипеде В костюмах И в галстуке Им не мешает совершенно это Ну вот смотрите По поводу погоды Раньше тоже у меня были Некоторые сомнения По поводу того Пересядут ли люди Все на велосипеды С учетом там А, А, Б, С и Д Но опять же Возьмем то же самое Урванцево Которые делали Вот по нацпроекту Жилье Эти строли Эти дороги Там получается Три километра Абсолютно ровного Более-менее хорошего Полтора километра В одну сторону Полтора километра В другую сторону Вы не представляете Сколько людей там Бегает Ездит на велосипедах На этих На самокатах Сигвеях И прочим Конечно Людям не нужны Бесконечные вливания В какие-то фоки ГТО Там Ну правда Дайте им доступную среду И люди сами выйдут Сами выйдут И сядут на те же самые велосипеды Если бы этой дорожке Было не три А шесть-восемь километров Они точно так же Поехали бы Да Влюб Наш город достаточно компактный И причем люди там Независимо от того Холодно, жарко В дождь, непогода То есть там всегда Есть кто-то Кто ездит и бегает И надо напомнить Еще раз всем Имейте в виду Что веломаршруты Соединяющие Разные районы Нашего города Разработаны на уровне Департамента Архитектуры Городского Давным Давно И только нужно Добиться того Чтобы их заложили В генплан И во все эти Вот эти благоустроенные Благоприятные дороги И вот это все Чтобы они-то у льда Были заложены Потому что мы можем Спокойно С минимальными Переездами Через автострады Передвигаться Из зелени На филейку С филейки Пожалуйста В чистые пруды И так далее Просто Этого нужно добиться Я думаю Что сейчас Мы уйдем на перерыв Я помню, коллеги И после перерыва Скажем еще Про мероприятия Онлайн мероприятия Которые пройдут У нас в эфире Совместная работа ИЦА И Федерации Велосипедного спорта Возвращаемся в студию Светлана Занько И Антон Абатуров У нас Мы говорим О замене Традиционному Велопараду Который 31 мая Этого года К сожалению Большому Не состоится Но зато Будет несколько Онлайн мероприятий Которые Ну может быть Не знаю Новых сторонников Что ли Помогут завербовать Я не знаю Насколько завербовать Потому что люди Сами как-то уже Подтягиваются Вербуются Я в хорошем смысле Это слово Я тоже в хорошем Я тоже в хорошем Я просто к тому Что сейчас уже Судя Вот на город смотришь Даже вот из нашего окна Из студии На ВТВ Что велики регулярно Проезжают мимо Ну вот ковид Он прямо открыл И показал Что как только Стало меньше машин Смелее стали выезжать Если бы еще К ним присоединились Люди Которые там не боялись Выходить за пред То у нас не было такого То их было бы И ТО бы прошли Как ты даже говоришь То их там было бы В разы В разы В десятки раз больше Но я бы сказала Наверное так Что это Все наши мероприятия Они поскольку Люди зараженные Здоровым образом жизни И велосипедом Они просто любят общаться Это такая социализация Очень хорошая история И поэтому мы Делаем следующие еще вещи Ну напомним Что флешмоб работает Красиво с великом Сложилось И в группе ВКонтакте Велошкола Кирова И Ицаи Кирова Есть форма Как можно поучаствовать В флешмобе Фоточку любую С велосипедом Прикладывайте И хэштеги туда же Тоже прикладывайте И мы видим вас В нашем сообществе Велосипедном Второе В понедельник 25 числа В 7 часов вечера У нас будет Прямой эфир Через Zoom Прямой эфир В группе Велошколы В группе Ицаи Кирова Где мы будем Говорить про велосипед Это будет программа Разберем на атоме Велосипед И там у нас будет Несколько очень Крутых и классных Экспертов И самый наш любимый Эксперт Естественно Это Гриша Францев Это руководитель Федерации велосипедного Спорта Кировской области А кроме этого Вот благодаря Антону Мы еще двух экспертов Приобрели для этого Паблик Тока И ты их представь Пожалуйста Такие необычные эксперты Федеральные эксперты Очень известные в сообществе Не подумаешь сначала Что можно велотему Разбирать с участием Этих экспертов Насколько я помню Ну как сказать Наоборот Нет Наоборот Хорошо Как раз На прямой с этим связанной По-моему у вас что-то С физиологией С невр Назовите же их уже Да Давайте Так ну у нас Будет Куратор Проекта Let's buy it Владимир Кумов Который Можно сказать Является Каким-то По определенным Роде Лицом Велодвижения В России Идеологом Идеологом Который Как-то Эту всю Тему Вперед Продвигает И будет у нас Еще один Человек Девушка Который Который Будет Из Урбанистики Сферы Урбанистики Велоурбанистики Представлять С точки зрения Развития Городов Я сейчас Расскажу Транспорта Российской Федерации По развитию Велоинфраструктуры В российских Городах Деревнях И так далее У него Очень большой Международный Опыт Он Участвовал В разных Не только акциях Велосипедных И форумах Но в том числе И как консультант Выступал В нескольких Странах По велоинфраструктуре И в этом смысле У него опыт Очень большой Связанные С ним Некоторые Там Яркие Какие-то Хайповые Темы Это когда Несколько лет Назад Была история Про то Что Московский Велопарад Огромный Велопарад Московские Власти Решили делать Без Летсбайкет Решили Делать Своими силами Взять Ну то есть Организатор Взять Это история такая известная у нас Когда есть общественная инициатива С бессмертным полком Примерно так получилось Я тоже про него вспомнила Да Ну как бы В общем Там конечно активисты не хотели отдавать Я не знаю Они там отдали Вот Евгения отдали Там была прям борьба такая Да Но тем не менее Нам то интересно Как раз с точки зрения С точки зрения Все-таки Развития Поговорить С Владимиром И он у нас будет на связи В понедельник В 7 часов вечера То есть он будет говорить Про урбанистику Про проекты Вот мы проинализируем Нынешний опыт Там да Ковидовский Да Как города Перестраиваются И вот Это с него А Григорий Францев Как раз Он будет говорить Как человек Велосипед Ну практически Да Это человек Спортсмен Я его прошу Не про активизм Рассказать А именно Про физиологию Он не как врач Физиолог Будет говорить А как спортсмен Как человек Который Разные виды спорта Там культивирует С велосипедом Опыт будет Рассказывать Свой Как нужно этим заниматься И так далее А вот Следующий человек Который тоже Мне Антон Порекомендовал Александра Нинько Александра ученый Она из Петербурга И она социолог И Александра Участвует В исследованиях Как раз Социологических Исследованиях Влияния Развития Велокультуры И велоинфраструктуры И на здоровье Граждан И на коммуникации Там в городе Да И на то Как изменяется Среда Где-то Мы сегодня Будем с Александром С Александрой Связываться После трех часов дня Если готовы Питерские исследования За прошедший год По влиянию Велокультуры Велоинфраструктуры На здоровье города То мы обсудим Эту историю А если нет То у Александра Есть потрясающая Совершенная лекция Где она говорит Про эмоциональный Фон города Связанный Да И как он Стыкуется С развитием Велокультуры И велоинфраструктуры Александре повезло С городом В котором мы Наши дети Должна сказать Да Вот все-таки Петербург Такой город Со своим лицом Да Там с эмоциональным Фоном Неплохо А эти исследования Они ранее проводились Или это что-то Это важно Семь часов вечера А поскольку это онлайн То вы можете писать Под трансляцией Под трансляцией Свои вопросы И реплики А специалисты Которые у нас будут В эфире Они будут их Обсуждать Отвечать И как всегда Мы это делаем Как мы любим Это делать Там в культпоходе Вот крывашки Мы раньше делали Здесь на Эхе Мы будем Вручать призы На очень популярную Литературу От Альпина Нонфикшн Это будет в понедельник Авторам лучших вопросов Да И выбирать их будут Выбирать их будут Сами эксперты Причем они не должны быть Какие-то заумные Они просто должны Цепляющие быть Такие, которые Суть какую-то Выявляют вопросы Да Это будет в понедельник Это 25-го Да Будет в это время Продолжаться Наш флешмоб Красиво с великом Сложилось И там тоже Призы ведь За лучшие фотографии Да За лучшие фотографии Тоже масса Всяких разных призов И еще У нас будет 28-го числа В четверг Фестиваль Это уже федеральный Фестиваль науки Кстати Все 19 центров Информцентров По атомной энергии Его будут транслировать И там тоже Мы велосипедную Тему планируем Поднять Не скажу В каком формате Но это целый день Будет с утра до вечера Разные научно-популярные Мероприятия На разной аудитории От детей И семей До специалистов С утра до вечера Там по-моему С 9 утра До 21 часа Начиная там От Креативных завтраков И зарядок Заканчивая Паблик токами Ток-шоу И всякими Квизами Играми И прочим И 31-го числа В день Несостоявшихся Велопарад Раз уж такая история Да В день несостоявшихся Велопарад У нас кстати Есть такой хэштег В день несостоявшихся Велопарад Здесь должен был быть парад Да У нас есть В этом нашем флэшмобе Такой хэштег Вот Мы будем устраивать Телемост Телемост Где будет уже больше Трех спикеров Их будет множество Из разных городов Всех Кто связан С велосипедами И мы будем Еще раз Это не какая-то Велопарадная история Привет Я на велике Это будет Прям паблик ток Мы будем поднимать Разные вопросы Проблемы От урбанистических До вопросов здоровья Коммуникаций Совместных акций Это будет большой Большой такой телемост И я считаю Что в том числе Информцентр по атомной энергии У нас только он открылся В этом году В Кирове Вообще-то они 10 лет Уже существуют И там есть свои велопарады Они обычно в рамках других велопарадов Тоже такие научные велопарадики Существовали Но благодаря тому Что вот велошкола Кировская И федерация Так с нами хорошо дружат И мы так давно знакомы Замечательно Мы тут все вместе задействованы В этом Я тут освежила наш сайт Велотурт Вятка Киров Всплакнула над нашими фотографиями Вспомнила Сколько мы всего для этого сделали Благодаря я считаю Что вот тому Что это вот глубоко в нас сидит Это сейчас вот мы на федеральный уровень Такой вносим Ну ты смотри, Сая Я понимаю, что ты сейчас На этот вопрос мне не ответишь Но тем не менее Может быть Какую-то удочку закину По поводу исследования Вот я что-то зацепилась за него Возможно И ЦАИ могли бы провести Какое-то такое вот исследование По Кирову Ну то есть понятно Что мы делали все какие-то опросы Мы исследования не проводим Мы являемся площадкой Которая предоставляет Возможности В онлайне И в оффлайне Нон-стоп Ученым Выступать на разные аудитории То есть это если кто-то Проведет это исследование То мы предоставим возможность Зато у нас есть ВУЗ На площадке которого Вы в том числе работаете Да, в инженериуме ВУЗ Святский государственный университет И вот там так сказать Мы не можем заказать исследования Они сами могут это сделать Если хотят Но стимулировать да Ну как бы мы знаете Когда на радио Тут вместе с федерацией Стимулировали ВУЗ И помните Делал большой опрос такой По социальному здоровью Благополучия разных районов Вот что-то такое же Глубокое бы если бы делали Которые должны были заказать Власти Обещали это заказать И губернатор это сказал Два раза в год Но депутаты наши Так же точно как и с дизайн-кодом Сказали о зачем Мы сами все знаем Так что тут очень важно На самом деле Ребят Пока наша жизнь все-таки Зависит от нашей активности И от депутатов От их решений Давайте как бы Требовать Просвещать я бы сказала Требовать Да Просвещать Давайте дербовать их В ряде сторонников Да совместно там решать И тогда мне кажется Лучше получится Потому что требования Обычно вызывают Сначала сопротивление Потом опять сопротивление А потом этот Как это называется Саботаж Вот А когда ты вместе И как друг Рядом на великах В велопараде И обсуждаешь То случается Любовь и счастье Скорее Так Благодарим Светлану Занько Руководителя Информ-центра Атомной энергии В Кирове Антона Абатурова Представитель федерации Велоспорта Кировской области Мы на этом заканчиваем Эфир сегодня Будет размещен На сайте Если не успели Записать все мероприятия Пожалуйста Заходите Можете зафиксировать На карандаш Взять все Что вам интересно Ну и Велошкола Кирова И Ица Кирова Вконтакте До свидания До свидания